Сегодня на очередной сессии регионального парламента был принят закон об изменениях основных параметров окружного бюджета. В частности, доходы на 2020 год увеличены на 101 миллион 700 тысяч рублей за счет поступлений с федерального бюджета. Расходы выросли на 978 миллионов рублей. С учетом внесенных поправок, общий объем доходов в этом году составит 17,2 миллиарда рублей. Расходы 20,4 миллиарда. Дефицит окружного бюджета в 2020 году соответственно увеличен до максимального размера – 3,176 миллионов рублей. По словам председателя комиссии по экономической политике и бюджету Натальи Кордаковой, при принятии закона об окружном бюджете на трехлетний период отдельные расходные обязательства были заложены не в полном объеме. Сегодня на самом деле приняты хорошие изменения, которые необходимы. В частности, например, если по департаменту здравоохранения, это на 11 ФАБ. У нас есть национальный проект, в соответствии с которым мы будем строить ФАБ в Хангурее, Вандиге, Щелино, Вучейском, Лабожском, Верхней Пёше, Чижа, Вамдарми и Бугрино. Но это должно быть софинансирование. Поэтому мы в своем бюджете предусматриваем средства в размере 30 миллионов. Более 223 миллионов рублей предусмотрено Департаменту образования, культуры и спорта Нинецкого округа на возмещение затрат по коммунальным услугам, на льготный проезд, а также на организацию обеспечения питания обучающихся. Более 400 миллионов рублей будет направлено Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом и на субсидирование тарифов на электроэнергию, на тепло, на горячую и холодную воду и водоотведение. Наши учреждения бюджетные получили тепло и электроэнергию от Севершилкомсервиса и также мы предусматриваем в бюджете до 1 июля средства для того, чтобы своевременно расплачиваться с этим предприятием, чтобы также их работники своевременно получали заработную плату и была возможность развиваться нашим этим предприятием. Также в окружном бюджете на 2020 год дополнительно выделено более 15 миллионов рублей на единовременные выплаты труженикам тыла и детям войны. На той сессии мы приняли решение о том, чтобы доплата до 5 тысяч детям войны, труженики тыла и вдовы получат не 10,5, а уже 75 тысяч, поэтому также в бюджете предусматриваются эти средства. И мы вчера в послании президента услышали о том, чтобы он попросил, чтобы все средства, которые есть возможность, чтобы были получены до 9 мая. 11 миллионов рублей добавлено на реализацию проектов местных инициатив. Добавлю, что в этом году от муниципалов поступило 35 проектов, которые позволят благоустроить территории поселения с учётом мнения жителей. Ирина Никешина, Вадим Стасёк, Антон Водряков, Телеканал «Север». Ирина Никешина, Вадим Стасёк, Антон Водряков, Телеканал «Север».